в этом видео я хочу рассказать чуть больше о методе уринотерапия или лечение мочой который в принципе то активируется и больше сторонников то куда-то уходит тень меньше сторонников этого метода ну как вы понимаете у каждого метода есть и хорошие времена и плохие и свои положительные и отрицательные стороны и плюсы и минусы и пользу и вреду может приносить я как врач как фитотерапевт хочу рассказать вам про свое отношение к этому методу я имею классическое медицинское образование киевский мед институт закончил восемь году я еще и родился задолго до того как поступил мед институт семье фитотерапевтов седьмое поколение фитотерапевтов я уже насчитал вся фактически врач традиционный народной медицины правда имеющий еще врачебный диплом поэтому мое отношение к этому методу основывается на нескольких возможностей которые он великолепно может оказывать ну первая возможность даже не одной заключение на зоне экономики используя этот метод вы не тратите денег то есть метод не затратный в принципе это мы и покупали а попробую ка я вот при каком-то заболевании в каком-то случае потому что в принципе моча находится всегда под руками больше того вам нужно больше лекарства ну перед этим выпить и больше воды правда вопрос качество воды количество как ее соотносить с продуктами питания правильно тут уже многие к сожалению путаются в этом если вам нужно знать больше информации как правильно питаться как правильно употреблять воду для вашего здоровья активно долгите контакты видите вы можете легко ко мне обратиться потому что на моем канале сотни видео на эти темы кстати можете стать его подписчиком подписаться легко и просто подписались и смотрите эти видео в любое удобное для вас время в том числе очень важная тема вода она в принципе важно ну а при уринотерапии это сам болгере потому что если вы не пьете воду вас моча не образуется страдают почки поэтому пить воду нужно чтобы почкам было легко работать и вырабатывать мочу как в данном случае лечебное средство но вы знаете вы не просто экономите еще можете зарабатывать вы понимаете количество мочи это можно использовать и как лекарство если подвернется под руку как говорится еще где вы получаете плюс несомненный вы на коммунальных услугах экономить потому что если вы всю мочу будете использовать с лечебной целью вам нужно меньше воды использовать в санузле экономика еще там потому что в условиях экономического кризиса многие считают знаете у меня знакомая была во франции так там некоторых семьях начали моются дети потом женщины потом мужчины в одной и той же воде цель экономии а уринотерапии это просто растрата если вы не занимаетесь этим очень много воды поэтому тут вот экономика четко есть польза железная где еще польза ну что такое моча в принципе то есть почка которая очищает кровь и какие-то вещества переводит мочу как что это за вещества ну безусловно что попадает мочу это что используется в первую очередь в уринотерапии это физиологически активные вещества это отработавшие свой срок гормоны в которых еще есть какая-то активность но она уже недостаточно для работы организма поэтому почка их удаляет из кровеносного русла и в принципе у те гормоны которые попадают в мочу они обладают какими-то местными эффектами позже об этом расскажу они обладают и системными эффектами и об этом чуть позже расскажу если вы захотите лечиться не только наружно уринотерапии что еще попадает почку через почку в мочу это безусловно соли различных кислот то есть это безусловно различные макро микроэлементы теряются таким путем и в принципе в каких-то условиях тоже можно использовать как источник питания но таким путем еще идут токсические вещества почка специалист по удалению белковых токсинов удалению мочевой кислоты удалению других компонентов нежелательных уже для вас и вот здесь уринотерапия уже начинает где-то вот нужно балансировать смотреть что важнее вам одно или другое плюс или минус польза или вред потому что ну чем активнее вы работаете чем активнее ваша жизнь больше у вас болезней тем больше токсических веществ находится в крови и при употреблении правильном воды будет удаляться через почку будет в моче и вот тут вопрос соотнести два фактора полезный и условно вредный я бы даже сказал безусловно вредный ну вот это вот собственно моча чего она состоит основные компании ну конечно основной компонент 99 процентов это вода вода сегодня тоже в дефиците и в принципе организму вода нужна всегда поэтому тут важно только правильно ее подготовить правильно и использовать ну самый простой способ использования уринотерапии безусловно если не дай бог где-то какая-то травма где-то какой-то ожог да вы применили мочу вместо сделали компрессик те самые гормона активные вещества подействовали убрали воспалительный процесс и степень выраженности ожога уменьшается как по площади так и по проявлению в принципе лечебный эффект при ожогах сто процентов при травмах тоже можно использовать мочу виде компресса при артрите при артрозе то есть боль в суставах тоже можно использовать мочу виде компресса приложили укутали и процесс пошел вопрос в чем безусловно те гормона подобные вещества которые находятся в моче они обладают местным противовоспалительным действием и оказывают обезболивающее действие с одной стороны это плюс ушибленное или проблемное место сустав перестали болеть вопрос плюс ли это потому что убрать боль это не вылечит ситуацию если ушиб нужно в начале убрать кровь чтобы не было мощного воспалительного процесса а если ушибу день-два здесь вы имеете право погреть улучшить кровообращение усиливать заживление если это артрит то вам безусловно нужно привлечь кровь к суставу чтобы вымыть те токсины которые там находятся и одно дело когда артрит это у вас когда у вас кровь перегружена этим белковыми токсинами не легит сустав почка удаляете токсин удалила их мочу и тут взяли вы еще место использовать вы знаете тут не знаю тут бабка на двое гадала но то что кровообращение улучшится компресс сам по себе дает улучшение кровообращения это работает вот как подействует токсины из мочи и гормоны токсины однозначно плохо если попадут параллельному попасть гормоны уберут боль что вы получаете ну в принципе если они зашли вместе боль ушла убрали гормоны токсины легли и вы не видите что они тут люди вопрос зачем вашему суставу лишняя порция токсинов если они в принципе должны удаляться через почки или другими какими-то путями тут не знаю насколько полезно при артрите использовать уринотерапию по сравнению просто взяли положили сделали какой-то компресс просто из воды или глину использовали и получили в принципе похожие действия улучшили кровообращение вымыли токсины сустав стал меньше болит а токсины попали в кровь и вы если через почку в мочу тут желательно конечно эту мочу сливать если вы греете сустав этой мочой лечиться нельзя потому что там полно белковых токсинов которые вы из сустава как раз и вы если явление артроза то тот же компресс из урины принципе тоже может изменить состояние если опять-таки зашли туда гормоны убрали боль улучшили кровообращение приток свежей крови с питательными веществами с кислородами боль тоже исчезла тут двоярка я так понимаю что если взять любой другой компресс просто согреть сустав то ему будет лучше потому что вы улучшили кровообращение увеличили поток питательных веществ суставу явление артроза в принципе уменьшаются болевые ощущения уменьшаются в принципе при любом компрессе конечно если есть артроза артрит тут поди знать если кровь чистая без грязи лучше будет если кровь грязная то есть полно белковых токсинов хуже будет тут вопрос том как вы подготовите себя к компрессу перед компрессом почистили кровь лучше ничего не делали просто решили отделаться одним компрессом зависимости от того чего будет больше токсинов крови или полезных питательных веществ тот процесс и проиграли вашем организме поэтому тут местное лечение такое неоднозначное прием внутрь многие рекомендуют принимать мочу внутрь до уринотерапия наружно как бы это скучновато а вот давайте-ка внутрь ну знаете да используют свежую мочу упаренную выпаренную разные варианты суть-то принципе одна те же самые гормоны их обломки попадает еще в реку стиму вот каким-то образом влиять на секрецию желудка если вам этот процесс испитие урины приятен в принципе улучшается сухогонная активность идет больше слюны больше желудочного сока пищеварение улучшается в принципе это работает плюс если неприятен то скорее будут работать в минус потому что все вещества которые вызывают у вас неприятные ощущения на входе в организм они все будут гасить кислотность желудочного сока нарушать процесс пищеварения если язвеннику в принципе где-то это и хорошо погасили кислотность по большому счету мир ощущения меняется поэтому такой метод не самый лучший в данном случае что дальше ну вот эти обломки гормонов естественно попадают кровеносная рука попадает кровь и вот здесь возникают интересные вещи конечно они изменяют гормональный фон в организме потому что организм не готов был к такому сюрпризу он же не знал что вы будете мочу еще и пить а гормоны изменились гормональный фон изменился и в принципе где-то вот методом обуха можно лечить дисгормональные изменения мастопатия там фибромиома какие-то другие дисгормональные нарушения они могут каким-то образом изменяться организм на это будет реагировать как на стрессовый фактор главное чтобы действие было не очень сильным и относительно редким вот тогда я вижу физиологию да вы изменили резко гормональный фон и дали возможность организму среагировать на эту ситуацию если же вы будете лечиться большими дозами и часто знаете организм может не понять такое лечение и не понять что же происходит почему вдруг так меняется гормональный фон хотя он этим не управляет ваш гипоталамат будет против он не будет знать как управлять этой ситуацией что делать в этой ситуации конечно будет дополнительная нагрузка на печень потому что это орган который вот эти обломки гормонов в принципе удаляет из кровеносного русла для него до печени появится ну в принципе дополнительная нагрузка дополнительная задача больше того нагрузка увеличится автоматически и на почке потому что токсические вещества летучестью обладают но не все часть токсинов таким образом вернется в кровь и почкам нужно будет опять искать воду в которой растворить эти токсины и вывести их опять из вашего организма хорошо если вы в уринотерапии таки делаете перерывы то есть нагрузили почки вывели вы это слили все таки в унитаз и потом когда-то использовали по новому если же вы урину терапию используете так знаете по взрослому то есть вся урина возвращается в организм вот тут конечно я понимаю что белковыми токсинами и другими токсинами которые должны вводить почки будут проблемы потому что и выйти не как они других путей не знаю есть конечно дублер у почек это потовые железы да они будут стремиться вывести вот изменится качество и количество потом если воды хватит на такой эффект есть еще один дублер это молочные железы тоже способны очищать кровь но ценой обострения мастопатии конечно если вы в это время еще и кормите грудью то понятно кому передадутся эти токсины если вы в другом физиологическом состоянии токсины будут стремиться каким-то образом выйти из вашего организма или накопиться в каких-то системах поэтому вы знаете честно говоря конечно об уринотерапии пишут просто волшебные вещи вы знаете если бы так все было легко и просто все болезни лечились бы уринотерапией извините ну леча лекарства не дефицитные мягко выражаясь общедоступные всем доступны болезни должны были уже закончится даже не заканчиваются почему-то продолжаются конечно сторонники уринотерапии могу сказать да не все просто пьют урину вы знаете из тех кто пьют урину я как-то так вот людей пышащих здоровьем еще не видел так массовое количество знаете можно пожертвовать своими какими-то эмоциями вкусовыми ощущениями и принять такое дешевое доступное и как пишут эффективное средство но вы знаете я бы на наружном применении с теми оговорками которые сказал и ограничил использование уринотерапии внутрь знаете очень серьезно уже готовится к такому возврату токсических веществ и гормонов отработавший свой ресурс в кровеносного русла и потом хорошо обеспечить выделение потому что знаете на русском стрессовая шоковая для организма она есть особенно если человек не очень здорово есть уже ворок приобретенных заболеваний выдержит ли он такое лечение мне сложно сказать но то что хорошо не будет это точно сам чик на какое-то время станет плохо и вы знаете вот эти обострения которые говорят да знаете это не плюс это минус токсины должны выделяться тихо спокойно с естественными продуктами жизнедеятельности естественными секретами том что и с мочой не вызывать дискомфорт когда это будет правильное лечение когда организм реально очищается тихо спокойно в режиме реального времени а уринотерапии ну не знаю не убедила меня уринотерапия сама по себе я знаете давно уже исследовал этот вопрос и опубликовал на сегодняшний день уже более 50 книг одна из них очень интересная такая что делать если у вас есть печень книги уже не первый год она есть продажа если вас она заинтересует можете приобрести 42 миф из 50 которые здесь опубликованы это уринотерапии знаете я думал искал не нашел я такого глобального применения уринотерапии для вашего здоровья активного долголетия не потому что я такой вредный доктор я доктор реалист я в любом методе ищу положительные моменты чтобы использовать для людей потому что я знаю там как использовать разные методы про уринотерапии он сказал да есть зона где она великолепно сто процентов может использоваться практически любыми каждый а есть зона сомнительная такая а есть зона где вы можете навредить но это мое мнение вы конечно можете соглашаться со мной не соглашаться любые комментарии кроме нецензурной брани пожалуйста пишите под этим видео я с удовольствием вам отвечу проблем нет выражайте свое мнение только знаете когда выражаются одни эмоции я вас понимаю когда вы говорите с точки зрения физиологии и биохимии я вас больше понимаю потому что я не увидел таких вот серьезных исследований хотя методы уже не первых десяток лет он еще с прошлого века если так покопать дальше так это еще веков веков люди пробовали использовали такой метод я лицельно свое время даже писал о таком методе да не всемогущие и лекарств у него тогда было не так много под руками поэтому и использовали многие разные варианты в том числе и собственную мочу для лечения особенно хороша моча ребенка потому что он еще не забит заболеваниями но знаете у него свои проблемы не самая чистая моча потому что это все-таки не эликсир жизни это все-таки экскрет вашего организма так или иначе там разные продукты жизнедеятельности от которых ваша раиса попытался избавиться конечно есть такой знаете старый анекдот когда один мужчина еврейской национальности нес суточную мочу в лабораторию на анализ то мы встречаем много сахара глупо им оставлять там же сахар не используют вот поэтому просто сахарный диабет он не знал что с ним делать я-то знаю что с ним делать 4 месяца лечения заболеваний печени и вы без диабета первый шаг в лечении вы можете приобрести эту книгу тут очень много описано для печени и физиологии но знаете на уровне 7 класса очень доступно сможете почитать послушать мое видео про печень можете почитать книжку больше 200 страниц о том что делать с печенью как ей помогать работать чтобы она правильно снабжала ваш организм питательными веществами своевременно проводила очищение крови хотя то тот экскрет который наполняет печень своими обменными шлаками которые нашла частью не приспособились ее еще употреблять с лечением халлотерапия пока неизвестно хотя вы знаете там тоже есть свои нюансы есть свои полезные вещи их тоже можно использовать для здоровья и активного долголетия это уже тема совершенно другого видео а я хочу это видео закончить словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения если вы поделитесь со своими друзьями знакомыми я буду только благодарен если вы каким-то образом отметите эту информацию которую вы получили в этом видео так или так это ваш выбор не вопрос я не могу повлиять на этот процесс я вам дал свою информацию а вы оцениваете насколько она поможет вам укреплять и улучшать ваше здоровье беречь его от различных ситуаций чтобы все таки она была покрепче хотите быть среди первых не вопрос кнопки подписки увидите подписывайтесь на мой канал все уведомления о новых видео будете получать первым сможете их смотреть в любое удобное для вас время ну а я это видео закончу и подумаю какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия